Добрый день, уважаемые учащиеся! Мы начинаем урок физики в восьмом классе. Если речь идет об открытиях, то нас ждет интересная и кропотливая работа. Каждый мыслящий человек задумывается, что там за скорлупое небо, что происходит здесь на земле, внутри физических тел, которые нас окружают. Из чего состоят эти тела? Что такое природа? Эти вопросы волновались с давних времен людей. Их влекло неведомое, они старались все глубже проникнуть тайной природой. Изучая предмет, вы уже многим явлениям можете дать научное объяснение. Вот и сегодня приоткроется занавес на некоторые явления природы. Давайте на минутку закроем глаза и представим себе жизнь во тьме. Видите ли вы красоту нашего мира? Какие у вас ощущения? Мир стал бледнее. Трудно представить себе жизнь без света, ведь все живое существует и развивается под влиянием света и тепла. Что нам помогает распознавать окружающий мир? Свет. Его значение в нашей жизни очень велико. Сегодня мы поговорим об одной из областей физики, где изучают световые явления. Вы узнаете, что такое свет, какие тела являются источниками света, каковы законы распространения света. Деятельность человека в начальный период его существования, добыча пищи, защита от врагов была зависима от света. Свет, благодаря тому, что глаз человека, способный его воспринимать, является важным средством познания природы. Когда после продолжительной темноты наступает рассвет, то кажется, все оживает, и деревья, и вода, и птицы. Свет нужен везде. Безопасность движения транспорта на дорогах связана с применением фар, оснащением улиц. В военной технике используют осветительные приборы, прожектора. Свет повышает сопротивляемость организму к болезням. Еще в глубокой древности ученые интересовались природой света. Евклид, Толемей, Архимед. Вы узнаете, какое определение давалось свету. Познакомитесь с источниками света. Узнаете, как он распространяется, и каково его значение в нашей жизни. Физика – очень объемный раздел. И один из разделов физики – это оптика, изучающая свет и световые явления. Это слово в переводе с греческого «видимое» изучаемых оптических явлений так много, что мы не сможем охватить даже тысячные доли. Итак, свет. Это видимое излучение. Это электромагнитная волна. У света достаточно большое количество свойств, такие как и нагревание, отражение, поглощение, преломление. Что же дает нам свет? На этот вопрос мы с вами посмотрим и отдадим ответ после просмотра ролика. Световые явления. Источники света. Распространение света. Самые яркие и самые красивые явления природы, с которыми человек знакомится в своей жизни – это световые явления. Чтобы убедиться в этом, вспомним пестрые блики солнечных зайчиков, радужную окраску мыльных пузырей, удивительный лазурный цвет неба, неповторимые краски на восходе и закате солнца, цвета радуги на небе голубом. Явления, связанные с излучением, отражением, поглощением и преломлением света, называются световыми. А раздел физики, изучающий световые явления, называется оптикой. Кратко можно сказать, что оптика – наука о свете. Все живое на Земле существует благодаря лучистой энергии солнечного света. Человеку для жизни необходимы кислород, вода и пища, тепло и свет. Откуда он их берет? Кислород мы получаем из атмосферного воздуха, воду – из рек и озер. Пищу дают растения и животные, тепло и свет нам дают солнце, топливо и электричество. Солнечный свет вызывает в зеленом листе растений сложный биохимический процесс, в результате которого из воды, минеральных солей и углекислого газа образуются и накапливаются органические вещества – сахар, крахмал, клетчатка – и происходит выделение кислорода. Значит, солнечный свет производит кислород, которым мы дышим. Растения, которые растут и приносят урожай благодаря солнечному свету, дают пищу нам и животным. Древесину, растения человек использует и как топливо. Другие виды органического топлива – уголь, нефть, торф – обязаны своим происхождением растениям и животным, которые жили многие тысячелетия назад. Мы можем сказать, что топливо – это ископаемый солнечный свет. При помощи энергии топлива человек производит все, чем пользуется в своей жизни. Можем сказать, все, что сделано человеком – это продукция солнца, в том числе и вода. Вспомним ранее изученный круговорот воды в природе. Но солнечный свет не только создал все живое. Свет позволяет нам познавать окружающий мир при помощи зрения. Более 90% всей информации об окружающем мире человек получает при помощи зрения. Таким образом, излучение является одним из видов теплоотдачи, а свет – это излучение, которое воспринимается глазом. При изучении света мы вначале выделим главные аспекты. Какие явления наблюдаются при распространении света и что являются источниками света? Тела, от которых исходит свет, являются источниками света. Главным источником света на Земле является Солнце. Но свет испускает и другие источники – горящие дрова, электрическая лампа, свеча, звезды, светлячки. Другие тела – деревья, дома, все окружающие нас предметы, луна, планеты, кометы – света не испускают. Они видны потому, что свет от какого-то источника отражается от них и попадает в наши глаза. Значит, все источники света мы можем разделить на две группы. В первую попадут тела, которые сами испускают свет. Это естественные источники света. К ним можно отнести молнию, северное сияние, солнце, звезды, туманности, пульсары, квазары. К другой группе относятся искусственные источники света. К ним относятся источники, созданные человеком – свеча, электрическая лампа, факел, газовая горелка, фонари освещения, неоновые рекламы, прожекторы, маяки. При изучении распространения света, самой важной для нас информацией будет информация о том, куда идет свет и несет свою энергию. Мы будем использовать физические модели. Для удобства мы будем изображать узкие световые пучки с помощью отрезков прямой линии – светового луча. Световой луч – это линия, вдоль которой распространяется энергия от источника света. Он начинается в источнике света и продолжается хоть до бесконечности. Стрелка на луче будет показывать направление, куда свет несет энергию. Свет может распространяться в вакууме, в воздухе или другой прозрачной среде. Среда считается однородной, если ее физические свойства в разных точках имеют одинаковое значение или различиями можно пренебречь. Вторая модель – точечный источник. Это светящееся тело, размеры которого намного меньше расстояния, на котором мы оцениваем его действия, и можно считать, что свет исходит из одной точки. С древности известен закон прямолинейного распространения света. Свет в однородной среде распространяется прямолинейно. Проведем опыт. Поставим две булавки на поверхности картона. Теперь попробуем поставить третью так, чтобы они были видны на одной прямой. Воткнем третью булавку и проведем линию, соединяющую основание булавок. Получится прямая линия. Сделаем вывод. Прямая получилась благодаря прямолинейному распространению света. Проведем опыт. Поместим точечный источник, это может быть маленькая лампочка от карманного фонарика, на стойке на столе. На расстоянии около 1 метра экран. В затемненном кабинете включим лампочку и поместим почти около экрана небольшой картонный квадратик. На экране увидим четкую тень квадратика. Делаем вывод. Тень получилась благодаря прямолинейному распространению света. Проведенные от точечного источника прямой линии через края квадратика до экрана показывают области, в которые свет не попадает. Это область тени. Проведем опыт. Теперь используем в качестве источника настольную лампу с круглым плафоном. Повторим опыт. Увидим на экране четкую тень квадратика и нечеткую тень вокруг квадратика, а далее светлая часть освещенного квадратика. Делаем вывод. При освещении тела неточечным источником света вокруг тени образуется частично освещенное пространство – полутень. Она образуется из-за того, что источник света состоит из множества точек. Каждая точка испускает лучи. От одних точек свет попадает на экран, а от других нет, там и образуется полутень. На экране есть область совершенно не освещенная, это центральная область – полная тень. Прямолинейное распространение света используется для объяснения солнечных и лунных затмений. Во время лунного затмения Луна находится в области тени Земли, куда прямые солнечные лучи не попадают. Во время солнечного затмения полностью закрытое Луной Солнце смогут заметить лишь те наблюдатели, местоположение которых находится в области тени. Находясь в полутени, можно будет наблюдать лишь частичное затмение. Во время солнечного затмения мы видим только часть незакрытого Луной диска Солнца. Тень четкая, потому что на Луне нет атмосферы. А вот во время лунных затмений, в полнолунии, Луна при вхождении в тень, отбрасываемой Землей, не становится черной невидимой, а становится постепенно красноватой. Примерно через час от начала лунного затмения Луна полностью становится красно-бурой. Это связано с тем, что солнечный свет рассеивается земной атмосферой, и попадая на поверхность Луны, отражается от нее этот свет и имеет красновато-бурый свет. Так как движения Земли и ее спутника Луны на сегодняшний день достаточно изучены, то ученые могут предсказать затмение на много лет вперед. Полное солнечное затмение дает возможность наблюдать внешнюю часть атмосферы Солнца, которая в обычных условиях не видна из-за ослепительного блеска поверхности Солнца. Итак, мы с вами изучили основные понятия. Это оптика, свет, источники света. Привели примеры распространения, каким образом распространяется свет. Рассмотрели солнечные и лунные затмения. На этом наш урок заканчивается. Всего вам самого наилучшего!